Отец мой пил так сильно, что я особо и не помню проявления его отцовских чувств ко мне. Поэтому, когда мама решила от него уйти, я даже вздохнула с облегчением. Такое себе удовольствие — видеть вечно ужратого мужика в вытянутой майке и трениках. Поскольку отцовской любви мне не хватало, я искала ее в чужих людях. В школе это был учитель физики, предмета, который я знала благодаря ему на зубок. В университете мне нравился преподаватель математики. Он был еще не старый, увлеченный своей дисциплиной, от этого внимательный ко всем отличницам. Но моя история из жизни немного не об этом. Когда я устроилась на работу, то решила всерьез заняться личной жизнью мамы. Ей давно пора было найти себе крепкое мужское плечо. Я зарегистрировала ее на сайте знакомств и понеслась. Из десятка оригиналов, демонстрирующих свой орган, нашелся один очень импозантный мужчина. Весь такой на стиле, моложавый, умеющий красиво говорить с женщиной. Мне было так любопытно, что я даже следила за их перепиской, изредка пересматривая его фото. Сама того не замечая, я так заинтересовалась им, что стала уговаривать маму непременно с ним встретиться. Она сначала боялась, но позже согласилась на свидание. После встречи вернулась воодушевленной и сияющей. Наконец, настал тот день, когда он пришел в наш дом. Реальность была даже лучше виртуального варианта. Высокий, с красивыми чертами лица и бархатным голосом, словно какой-то актер. Звали его Роман Леонидович. Он красиво ухаживал за мамой и вскоре сделал ей предложение. Такой вариант был даже удачнее, чем я думала, ведь теперь я могла быть намного ближе к нему. Мы быстро нашли с ним общий язык. Смотрели фильмы, обсуждали футбол и последние новости. Мама нарадоваться не могла, что я так хорошо отношусь к отчему. Они обошлись без свадьбы и решили жить у нас, а квартиру Романа Леонидовича сдавать. Отчим прекрасно пел, обладал хорошим чувством юмора, что располагало к нему людей. Через некоторое время я осознала, что без ума от отчима, и это напрочь отбило у меня желание знакомиться с парнями. Внутренне я понимала, что это из-за недостатка отцовского внимания, но ничего не могла с собой поделать. Мне нравилось оставаться с ним наедине, слушая его истории из жизни. Пока он говорил, я следила за каждым его жестом, ощущая, как все внутри кипит. Однажды в наших отношениях настал переломный момент. Маму положили в больницу. Отчим, очень переживал, а вот я была спокойна, понимая, что ничего страшного в ее болезни нет. В тот вечер я пришла с работы пораньше и приготовила ужин. Одела халатик покороче, чтобы выглядеть привлекательно. «Привет, это чем так вкусно пахнет?» Спросил меня, заходя домой, Роман Леонидович. «Пирог!» Крикнула я, предвкушая интересный вечер. Пока он ужинал, я подливала ему побольше настойки, чтобы расположить к себе. Убирая тарелки, я то и дело старалась прикоснуться к нему, но ответной реакции не было. Не выдержав, я подстроила все так, будто пояс с халата случайно упал и распахнулся. «Ну, убери же меня, чего ты ждешь?» Говорила я глазами, но вместо объятий, отчим неловко отвернулся и сказал, что ничего не видел. Такой пришибленный я себя еще никогда не чувствовала. Больше попыток привлечь к себе Романа Леонидовича я не предпринимала. Маму вскоре выписали. Похоже, отчим очень ждал ее приезда. По крайней мере, звуки ночью из их спальни говорили о жаркой встрече. Я же слушала это все, кусая локти. Ближе к осени ей дали путевку в Кисловодск. Она непременно хотела ехать вместе с нами, но получилось так, что билеты нам достались на разные проходящие поезда. Так как мама путешествовала по путевке, она уехала одна. Мне предстояло разделить с отчимом одно купе. Ну что, в картишке скинемся или сразу коньячок откроем? Пошутил отчим, когда мы зашли в вагон. И то, и другое, ответила я, разделяя его бодрый настрой. Внутри было предчувствие, что это путешествие изменит все. Мы разложили вещи, я переоделась в более удобную одежду в туалете и устроилась напротив отчима. Он и правда прихватил с собой коньяк и закуску, а я достала карты. Игра проходила весело, а градус в нас становился все выше. Мы периодически выходили в тамбур, чтобы освежиться. Каждый раз отчим становился сзади меня, глядя в окно. Я чувствовала его дыхание на своих волосах. По животу бежали приятные волны, нарастающие в огромный фонтан. Да, мне становилось все труднее сдержать себя, но, помня свой провал, я старалась не подавать вида. По пути обратно вагон покачнулся, и я, споткнувшись, стала падать. Но в этот момент сильная рука обхватила меня и поставила на ноги. Папочка хоть и в возрасте, но со мной прыгкий, как кролик. Подумала я и хихикнила, представив его сзади. Мы вновь зашли в купе, и отчим налил еще. «За прекрасных дам!» — произнес папочка, и подняв свою рюмку. Я улыбнулась и поднесла свой стакан к его. Его глаза блестели от выпитого, а взгляд становился затуманенным. Я понимала, что сам он не решится сделать первый шаг. И тут меня осенило. А слабо сыграть, как я скажу. Кто проиграл, скидывает одну вещь. Идет. Папочка поперхнулся, вскинул на меня удивленные глаза, но вдруг произнес. «Да я тебя в один счет сделаю». Сначала мне везло, и отчим остался без футболки, носков и цепочки. Но затем удача повернулась к нему, и вот уже я сидела перед ним в одних черных кружевах. Такое обличие заставляло меня сильно нервничать. Роман Леонидович изредка бросал на меня свой взгляд, обжигая все внутри. Еще одна партия подходила к концу, а на руках у меня было еще много карт. Роман Леонидович бросил мне последние две карты и громко засмеялся, праздную победу. «Пожалуй, на этом можно закончить», — сказала я, собирая карты. Я потянулась за майкой, как вдруг отчим схватил меня за руку, притягивая к себе. «Мы договаривались честно играть, не так ведь, малыш?» От этих слов внизу защекотало. Мне было больно от сжимающих мое запястье пальцев. Я часто дышала, пытаясь понять, как действовать. «Роман Леонидович, пустите», — прошептала я, внутренне не желая этого. Он еще сильнее сжал руку, что я вскрикнула от боли. «Думаешь, я не понял, для чего этот спектакль?» — сказал он. «Уже не первый раз дразнишь меня, мерзавка. Я же не слепой. Сейчас ты получишь все, что заслужила». Он бросил меня на полку и стал снимать последнее. Утром мама встречала нас на вокзале. Отчим, улыбаясь, рассказывала о прекрасной дороге, а я изо всех сил старалась делать вид, что этой безумной ночи в купе никогда не было.